С вами новости спорта, я Марина Азебина. Здравствуйте. Начну с новостей популярного в Удмуртии уже нашумевшего социального интернет-проекта «Живые подвиги». Он пропагандирует в режиме экшен онлайн активный образ жизни и отказ от вредных привычек. Дмитрий Вороновнин сегодня встретился с главным героем этого своеобразного телесериала и узнал много интересных подробностей. У меня скоро 32, а я с трудом поднимаюсь на четвертый этаж в свою квартиру. Завязывание шнурков напоминает древний индийский ритуал. Ремни перестали выполнять свой функционал и являются лишь украшением, так как на моем безразмерном животе прекрасно держатся любые штаны. Так простой ижевчанин Сергей Кочин написал на своей странице в соцсетях и решил действовать, а поводом стала обычная посиделка с другом. В компании, на кухне, ну, с веселым настроением, я говорю, вот я захолебался быть толстым, хочу похудеть, вот может быть этот еще бой, там за три месяца сбросить 20 килограмм. Он такой, Пашка Амосов, мой друг, видеооператор мой главный, он говорит, а давай я буду это снимать, ну, там какие-то ты упражнения выполняешь, там сбрасываешь вес, худеешь, не жрешь, тебе плохо, и мы это в сеть выкидывать будем. Теперь видеокамера всегда при нем, и он выкладывает в сети все свои подвиги в стремлении преодолеть себя и показать пример другим, как надо вести активный и здоровый образ жизни. Действуй, что-нибудь делай, ползи, плыви, беги. Тяжело, да, но теперь он, Сергей Кочин, герой своего времени и даже простое пожелание женщинам к празднику — это преодоление барьеров. Интерактивное шоу «Трудно быть коченным» — один из этапов проекта «Живые подвиги», который реализуется сейчас в Удмуртии, и он направлен на привлечение жителей к физической активности и отказу от вредных привычек. Участники и зрители лайв-шоу приобретают опыт, который показывает, что здоровье и качество жизни зависят не только от деятельности местных властей, но и от их собственных усилий, от поставленной цели. А Кочин поставил перед собой конечную цель — сразиться на боксерском ринге с чемпионом Удмуртии по боксу Алексеем Астаховым. Нет вероятности, что вас увезут на носилках после этого боя? Это 90% что это будет так. Теперь тренировки до седьмого пота. Сумасшедший супербой пройдет 5 июня в цирке в рамках Кубка вызова Удмуртии, где стенка на стенку сразятся по семь лучших боксеров Удмуртии и Башкирии. Начало битвы в 7 вечера. Далее вести с многодневной велогонки Джира. Где внов отличился наш земляк и глинец Юрий Трофимов. На очередном этапе он приехал на финиш четвертым. Порадовал и воткинский гонщик Александр Порсев. Он восьмой. В общем же зачете изменений не произошло. Альберто Кантадор удерживает розовую майку лидера. Капитан Катюша Трофимов занимает пятое место. Есть повод поздравить женскую команду Удмуртия по настольному теннису. В составе Ярославны Новиковой, Ольги Реневой и Карины Калимулиной. Воспитанницы Дюж номер 4 по итогам сезона среди команд высшей лиги национального чемпионата заняли второе почетное место. Этот успех с ними разделили и их наставники. В Ижевске тем временем завершился республиканский чемпионат по автомодельному спорту. Он был открытым. За награды боролись почти 200 участников из Ижевска, Глазова и Кирова. Абсолютным победителем турнира признанный живчанин Владислав Касаткин. На его счету две золотые медали в классах ТС-10 и свободный. В командном зачете вне конкуренции представители клуба «Автомобилист». Определили победители волейбольного турнира и медики, участники республиканской спартакиады работников здравоохранения. Первыми среди женских команд стали игроки республиканского физдиспансера среди мужских сборное управления Роспотребнадзора. Победители же общего зачета будут известны 6 июня. 75 лет не возраст. Так считает заслуженный тренер России по легкой атлетике Владислав Сулима. Говорит, он еще полон сил и энергии сидеть на заваленке в Тулупе Валенков в ближайшие годы не намерен. У юбиляра на будущее много планов и идей. Подтянут, энергичен, всегда весел. С Сулиму редко увидишь в плохом настроении. Ему помогает держать себя в тонусе спорт и молодежь. Наставником Владислав Николаевич работает вот уже 50 лет. Спорт он закаливает по жизни, по стерню жизни так, что в общем-то и в работе, он в своей обычной работе очень здорово помогает. Поэтому настойчивость такая вот, потом до конца доводить каждое дело, это я сам чувствую, что это у меня получается. И вот это благодаря спорту. Сулима в прошлом сам не раз был призером национальных чемпионатов. Он первый мастер спорта в Удмуртии в беге на 800 метров. Его ученики пошли выше. Самой яркой звездой в тренерской карьере стал Анатолий Карепанов, трехкратный чемпион мира в беге на 100 километров, которым Сулима не скрывает гордиться. А Карепанов гордится наставником. В первую очередь, его любовь к лекотлетике, его настойчивость меня поражает. Если он что-то захочет сделать, то он его добьется. Человек творческий ученик. Поет, читает, очень много знает. С ним очень интересно разговаривать на все темы, не только о спорте. И, в принципе, это говорит о том, что человек живет, проживает счастливую, хорошую жизнь, которая выражается в том, что его любят. Сегодня в группе Сулимы молодые ребята – будущие физики, юристы, географы. Они учатся не на спортивном факультете УДГО. И он их с удовольствием вовлекает в мир спорта. Я мечтаю, чтобы они занимались, пока занимаются своим профессиональным делом, учебой на разных факультетах, чтобы они еще не забывали физику, культуру и спорт и поддерживали свой уровень не только жизни, но и функционально. Но и кроме того, что защищали честь факультета, это много дает, как мне сказали, мне дает, и им это тоже много в будущем даст. Чемпионам мира дано быть не всем. А вот здоровым, сильным, спортивным, считает наставник, должен быть каждый. Хотя в душе Владислав Николаевич все же мечтает подготовить еще одного победителя – европейского или мирового первенства. И о сельских отборочных состязаниях на летние игры в Лоткинск. Поедут туда уже точно команды Шарканского и Кизнерского районов. Они выиграли состязания по городочному спорту на УВЕ. В своей подгруппе хозяева же вышли в следующий круг, который пройдет в эти выходные в северной столице. А сейчас традиционный анонс выходных дней. В субботу и воскресенье в районе 25-го километра Екшурбудинского тракта пройдет республиканский турнир по спортивному ориентированию «Надежды России». В этот же день разыграют награды Кубка Удмуртии пловцы А31. В Ленинском районе Ижевска в 11 дня стартует традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню защиты детей. И это все. Удачных вам выходных дней. До свидания.